МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые телезрители, здравствуйте! Это программа «Живите на здоровье» на телеканале Гродно+. Как всегда, мы встречаемся в эфире, чтобы обсуждать актуальные вопросы, связанные со здоровьем. И сегодня будет интересно. Оставайтесь с нами. Любая встреча с малышом, вольно или невольно, начинается с оценки его развития. Мы прикидываем на глаз, соответствуют ли его рост и вес возрасту. Врачи-педиатры постоянно создают нормативные таблицы для того, чтобы правильно оценить физическое и психическое развитие ребенка. А как же на самом деле? Об этом мы сегодня поговорим с гостью нашей студии, ассистентом первой кафедры детских болезней, врачом-педиатром Анастасией Дагаевой. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Добрый день, Екатерина. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам. Хочется начинать с того, что мы все индивидуальности, и малыши в том числе, и все равно врачи-педиатры пытаются подогнать это все под какие-то определенные таблицы. И, наверное, правильно делают. Ну, в общем-то, в чем смысл таких таблиц? Что мы оцениваем по ним? Сейчас несколько размыты понятия нормы во многих отраслях, во многих областях. И, может быть, это правильно. Может быть, действительно надо человеку позволить чуть больше быть индивидуальным. Но для того, чтобы педиатр мог ориентироваться в всех этих разнообразиях нормы, ему нужны какие-то определенные стандарты. И поэтому создаются различные таблицы, графики для того, чтобы не выделить норму, а для того, чтобы попытаться отсеять те случаи, которые очень ярко из нее выбиваются. С другой стороны, есть такие методики, как центильные графики, центильные таблицы. Сейчас это наиболее популярная методика исследования физического развития. она не выделяет так называемую норму. Она выделяет процентный, или, как говорят медики, центильный коридор, который составляет аж целых 50%. То есть это то, чему соответствует 50% населения в данной возрастной половой группе. То есть позволяет немножко еще отойти, скажем так, от этих показателей. Да. Еще по 15% с двух сторон от этой нормы есть небольшие отлонения. Я как раз не вхожу в эти 25-75 центиль, потому что я несколько ниже ростом. Но это не делает меня патологичной, это делает меня особенной. И для разных групп, в том числе социальных, это понятие нормы отличается, потому что в среднем детском саду большинство детей действительно будут соответствовать вот этому среднему центильному коридору. А если мы придем в группу детей спортсменов-гимнастов, там они, конечно, будут очень маленькими. Да. И все-таки, когда мы говорим именно о детях, нам мы особое внимание им уделяем, потому что мы очень боимся пропустить какое-то отклонение, которое потом может привести к неблагоприятным последствиям. Поэтому все-таки, если мы говорим сегодня о физическом развитии детей, по каким параметрам мы будем вообще определять его и на что ориентироваться? Основные критерии физического развития ребенка – это, конечно, рост и вес. Рост указывает на благополучие социальное ребенка, потому что когда ребенок растет, значит, он находится в благоприятных условиях для него. В связи с этим мы так часто наблюдаем акселеративные какие-то процессы в нашем обществе, потому что качество жизни улучшается. А масса тела, она указывает на рост костей, мышц, органов, то есть отражает трофику, только человек питается во многом. Хорошо, давайте начнем с роста. Вот эти показатели, которые очень многих мам интересуют, как правильно, когда ребеночек набирает рост, с чем связан этот рост, расскажите подробнее, пожалуйста. И, наверное, сразу говорю, что мы немножко обсудим и первый год жизни, который является самым важным, наверное, и уже остальные более старшие возрастные группы. Да, действительно, то, как человек растет, это очень важно. Если есть какие-то задержки в росте, то, безусловно, на это надо обращать внимание. Это может быть эндокринологическая патология и какие-то особенности, возможно, питания этого ребенка. К счастью, в педиатрической практике довольно-таки сложно пропустить такие особенности, потому что на первом году педиатр осматривает ребенка ежемесячно, на втором году каждые три месяца, на третьем раз в полгода. Поэтому, в общем, ребенок у нас не находится целиком только под опекой родителей, он, к счастью, осматривается педиатрами. Вот ученые доказали, что рост замедляется в условиях дефицита любви. И здесь, что касается, конечно, вопросов питания, связанных с ним ростом, здесь более все понятно. Вы замечали, что вот такие социальные факторы могут влиять на рост ребенка? Я замечала, не только я. К сожалению, да, это такая проблема, и даже существует специальный термос, социальная депривация в условиях детских домов, отсутствие любви, понимания, главное, физического контакта. Да, ухудшаются физические параметры ребенка. Он хуже набирает вес, и в том числе он хуже растет. А есть какое-то отличие мальчиков и девочек? Да, конечно. То есть как бы сейчас не хотелось социума доказать нам, что мы совершенно одинаковые, и нивелировать гендерные отличия они есть, они есть абсолютно на разных этапах развития. Мы уже рождаемся несколько сынами веса. Мальчики не намного, всего, казалось бы, на 200 грамм, но, как правило, больше девочек. У них по-разному распределяется подкожно-жировой слой уже даже в детском возрасте. В периоде второго округления, когда мы говорим о 10-летних детках, уже у мальчиков контурируются мышцы, уже у девочек появляются округлости в области бедер. И это нормально. И, кроме того, есть даже определенная разница в условиях вскармливания этих детей. Потому что ВОЗ рекомендует, Всемирная организация здравоохранения, вскармливать детей оптимально хотя бы до полугода грудью. Но с девочками немножечко должен быть другой подход. Потому что по последним данным, полученным в результате таких больших рандомизированных исследований, оказывается, что девочки, которые вскармливались искусственно во втором полугодии жизни, в дальнейшем, на втором-третьем годах, они набирают свой вес быстрее. Это может быть не очень приятно. Почему? Потому что этот возраст, он характеризуется тем, что клетки подкожно-жирового слоя, они не только растут в объеме в этом периоде, они еще и делятся. И то есть в последующие возраста их просто будет больше. То есть получается, что стройность девушки уже в более позднем возрасте можно объяснить, будет даже правильным кормлением со стороны именно ее мамы в молодом возрасте. Это очень интересно даже для молодых мам услышать. И скажите еще вот интересный вопрос насчет роста. Можно ли перерасти своих родителей? Замечаете ли вы, что действительно это наблюдается за последние десятилетия? Конечно. У нас изменяется качество жизни. Мы все живем в более комфортных условиях. У нас снижается количество физических нагрузок. И поэтому вот эти процессы акселерации идут довольно-таки активно. И да, конечно, у нас многие дети выше своих родителей. Поэтому, наверное, если сейчас какие-нибудь подростки смотрят и там свои 16 лет еще переживают и хотели бы вытянуться, то все впереди, все возможно. Анастасия Александровна, не знаю, знаете ли вы, но вот я нашла такой факт, что 4-летние дети задают в среднем за день более 900 вопросов. Поэтому я думаю, что они составили бы конкуренцию даже нам сейчас в программе. Но еще о том, какие есть особенности у деток разных возрастов, об этой информации подготовили студенты Гродненского государства, медицинского университета. Мы прервемся на рубрику «Под другим углом». Оставайтесь с нами. В европейских странах средний возраст родителей составляет 29 лет. Руки новорожденного ребенка намного сильнее, чем у месячного малыша. Обучение легче дается тем малышам, которые много ползают. Во многих развитых городах существуют закрытые клубы для детей «Индиго». В Швеции запрещено использовать детей младше 12 лет для рекламы. Когда дети смотрят мультики, они фактически перестают чувствовать боль. Новорожденные дети практически не моргают. Дети могут заниматься пятью делами одновременно. Самым популярным методом наказания в Бразилии является лишение ребенка игры в футбол. Больше всего на свете дети любят сладкое и мультфильмы. Это программа «Живите на здоровье». Сегодня мы обсуждаем физическое развитие детей. У нас в гостях врач-педиатр, ассистент первой кафедры детских болезней Анастасия Дагаева. Анастасия Александровна, хотелось бы теперь больше про правильное питание, потому что вопросов, которые к вам приходит мама, такое огромное множество, что я уже вижу даже по тем консультациям, которые вы производите, действительно очень много. Что касается первого года жизни, какие здесь очень актуальные правила, которые вы хотели бы еще раз рассказать молодым мамам? Я бы хотела донести прежде всего о необходимости, о важности, даже для самой мамы, важности грудного вскармливания. Потому что по последним работам, которые проведены у нас в Гродно, у нас катастрофическая ситуация. Всемирная организация здравоохранения, когда делала свои таблицы для физического развития, они делали их на основании массы ростов детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании. У нас это практически невозможно сделать, потому что уже к 3 месяцам только 50% мам продолжает кормить, а к году всего 25. Это связано с нежеланием самих мам или с какими-то проблемами, касающимися аллергии, нехватки грудного молока? Мне кажется, это связано в том числе и с недостаточной поддержкой кормящих мам. Потому что мама в этом время, в этом возрасте, она очень уязвимая. Она молода, как правило. Она нуждается в советах, в поддержке. И очень часто ее не получает. И поэтому очень хочется сказать таким молодым мамам, чтобы они не волновались, что есть действительно такие периоды, называются лактационными кризами. Они часто случаются с молодыми женщинами, кормящими женщинами, не только молодыми, в месяц, в три, в полгода, когда исполняется ребенку. Тогда молока объективно становится меньше. И тогда часто со стороны может прозвучать совет докормить ребенка смесью. И, конечно, если ребенок беспокоен, если мама ощущает, что молока стало меньше, она очень легко идет на поводу этих советов. Она должна помнить, просто в любой ситуации, что единственный метод борьбы с снижением количества молока это более частое прикладывание ребенка к груди. И, в общем, если у нее есть вот такая вот доминанта, она понимает, что она создана для того, чтобы кормить своего ребенка, что это нормальный физиологический процесс. Она преодолевает этот рубеж. И поэтому, может быть, девушкам стоит, наверное, даже может быть на этапе планирования беременности. А это очень важно, чтобы она была планированная, чтобы не было каких-то хронических очагов инфекции у мамочки, чтобы беременность протекала здорово. Может быть, уже даже на этом этапе познакомиться с людьми, которые состоят в группах поддержки грудного вскармливания. Просто, наверное, когда уже есть маленький ребенок, может быть, это немножко тревожно. Может быть, не всегда есть время подойти и познакомиться, чтобы она знала, куда она уже может обратиться. Тем более, это очень актуально еще и потому, что уже недавно в эфире у нас была программа по профилактике рака молочной железы. И ведь говорили о том, что грудное вскармливание – это фактор защиты для развития вот этих заболеваний. Ведь это так? Да, безусловно. Но это такой большой, важный момент грудного вскармливания. Зачастую молодая женщина не задумывается об этом. Мне кажется, гораздо полезнее для совсем особенно молодых мам знать, что грудное молоко – это 700 килокалорий. И те девушки, которые когда-либо пытались считать калории, они понимают, что это много. И потратить их, сидя на фитболе или находясь просто в кровати с младенцем – это на самом деле очень замечательная диета. Это раз. Два. Кормление грудью – это же еще и эмоциональное состояние женщины. Ну, ничто так не заряжает маму позитивом, тогда, когда она уставшая, тогда, когда она может быть где-то вымотана детским беспокойством. Вот эти минуты спокойствия, когда он заглядывает в глаза, держит ручонка и грудь – это так уютно, это так приятно. Это в том числе большое подспорье и благоприятные моменты для папы, который не должен вставать ночью, обрабатывать бутылочки, готовить смеси. Это крайне удобно. Может быть, это стоит доносить до новых родителей. Для психического развития, для будущего состояния именно малыша самого. Ой, безусловно. Анастасия Александровна, а вот что касается продления грудного вскармливания, до какого возраста все-таки желательно кормить и потом все-таки переводить уже на нормальное обычное питание? Всемирная организация здравоохранения рекомендует до 6 месяцев. Педиатры, может быть, даже более гуманно настроены к детям, они рекомендуют до года. Но после года, до 2 лет – это тот период, когда, наверное, стоит отлучать ребенка именно для того, чтобы он адаптировался в социуме, чтобы он уже не был так привязан к маме. Но в этот период еще очень часто ребенок встречается с инфекцией. А ничто его так не защитит, как грудное материнское молоко. И поэтому тут надо учитывать много различных условий. Температурный режим, состояние здоровья ребенка, состояние эмоционального тонуса ребенка. И подобрать момент с года до 2. Может быть, даже лучше действительно... Я как мама, которая кормила детей, я жалею их. Мне кажется, что ближе к 2 годам, наверное, это физиологично. А главное, это не наносит ребенку психологической травмы. Он к этому времени уже сам готов отлучиться от груди. Все же многие мамы, если мы говорим не о грудном скармливании, а когда уже вводят до корма, волнуются о том, что ребенок слишком много набрал в весе или, наоборот, не добрал. Вот где эти ошибки мам, о которых вы хотели бы предупредить или даже их просто успокоить? К сожалению, у нас мам, конечно, чаще волнует, когда ребенок мало прибывает. И да, действительно, есть определенная ситуация, когда на это надо обращать внимание. Когда ребенок набирает много, это часто повод для гордости. И особенно для молодых отцов, которые спрашивают, а сколько прибыл твой ребенок. И когда называют условную норму, в первом полугодии 800 грамм, 400 грамм, во втором полугодии это может вызывать недоумение, потому что у кого-то же полтора килограмма. Поэтому у нас больше проблема избыточной набора массы тела сейчас стоит, наверное, особенно у здоровых детей. Потому что родители стараются гетрохронизировать развитие. Они хотят, чтобы ребенок развивался быстрее, чтобы он быстрее рос. И это ошибка. Это опасно как-то потом, может быть, для здоровья? Это может быть не столько опасно для здоровья, сколько это перегружает детский организм, заставляет многие системы начинать работать раньше и с большей интенсивностью. И, соответственно, да, сейчас, когда просто медицина развивается, мы все больше узнаем о том, что большинство состояний так или иначе генетически детерминировано. Поэтому спровоцировать какое-то заболевание сложно. Облегчить возможность его возникновения, да. И поэтому у нас так омолодилась мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь, в том числе в связи с искусственным скармливанием, в связи с ранним ведением неправильных прикормов. Поэтому родителей хочется настроить, чтобы они слушали педиатров, чтобы они слышали. До них всегда доносят информацию, когда надо ввести прикорм, какой это должен быть прикорм. Сейчас, к сожалению, модно прислушиваться к разным гуру, но почему-то не к тем, кто действительно владеет информацией. Вот для того, чтобы человек был сориентирован и делал все правильно, ему, в общем-то, достаточно выполнять рекомендации участкового. Но вот еще каждый ребенок ведь все равно, мы говорили с вами, индивидуальность. И в него определенные есть родители. Я к чему веду? К тому, что есть конституциональные типы разные. И вот расскажите, пожалуйста, что это за типы и как они, может быть, сдвигают эту норму для каждого ребеночка в ту или иную сторону? Конституция – это очень интересно. Не только нам с вами. Вообще еще 2000 лет до нашей эры, еще в Айверведе об этом писали. О ланях, газелях, словно подобных коровах. Но что касается детского возраста, может быть, это не так бросается в глаза. В детском возрасте бросаются в глаза аномалии конституциональные. Может быть, сейчас это не очень правильно с точки зрения научной говорить о диатезах. Это такая больше дань прошлому, когда у нас была малая информация, почему те или иные процессы преобладают в детском организме. Но советская школа где-то была права, объединяя некоторые особенности детского возраста в своеобразные группы. Это эксцедативно-катаральный диатез, лимфатико-гипопластический диатез, нервно-артретический. Так вот, зная, к какой из этих групп мы сможем отнести ребенка, мы можем давать ему правильные советы и по питанию, и по физической активности, и по закаливанию ребенка. Эксцедативно-катаральный диатез или некоторые его признаки, они присущи практически 80% детей. А это какие? Какие именно признаки? Это часто дети, которых высыпает или у которых бывают стойкие опрелости. Это состояние достаточно сложно дифференцировать с настоящей аллергией. Но если у родителей, у старших детей нет аллергических заболеваний, если ребенок может есть даже какие-то экзотические продукты в небольшом количестве и переносит их прекрасно, но в один прекрасный день перед Новым годом съест килограмм мандаринов и его высыпет, это тоже признак того, что он не аллергик, а то, что у него есть вот эта аномалия. Она обусловлена тем, что у него мало ферментов, то, что у него мало иммуноглобулина А. Да, это такое вещество, которое обволакивает стенки нашего кишечника и не дает различным факторам, которые могут вызвать, я не знаю, будет ли понятно, зрителям дегрануляцию тучных клеток, в которых именно находятся вещества, которые вызывают впоследствии с имени. Это сложно понять, но смысл-то в чем? Я думаю, что если мы знаем вот эту конституциональную особенность, которую может подсказать врач-педиатр, мы можем обратить внимание на тот или иной или продукт, или питание, или образ жизни, верно? Да, я как раз хочу обратить внимание, что таких детей много, и поэтому диета – это, в общем-то, необходимый компонент жизни ребенка, практически любого. И поэтому ребенок должен пробовать разные вкусы, но не стоит его перегружать экзотическими продуктами. Да, основной продукт детского питания – это молоко, но его не должно быть тоже чрезмерно много. Сейчас модно такое интуитивное, тренирующее прикормы. Нежелательно, чтобы это было яйцо, красная рыба. То есть человек, который пытается накормить ребенка, он должен взвесить все за и против, потому что это очень важно в этот возраст. Кроме правильного питания существует еще и понятие ухода за малышом и определенной гигиеной, которую должны знать тоже родители. В чем они состоят? Какие-то гигиенические навыки родители должны прививать ребенку, конечно, довольно рано. Более того, гигиена очень связана с развитием ребенка, с закаливанием ребенка, со здоровьем ребенка. Поэтому первая гигиеническая ванна проводится буквально в первые-вторые сутки после выписки из роддома для ребенка. Более того, она должна проводиться, как это несложно многим родителям воспринять каждый день первые полгода жизни. Несмотря на то, что часто возникают вопросы, зачем, где он так много пачкается, находясь в чистых распашонках, в подгузнике. У детей очень активно работают сальные железы. И они могут закупориваться своим секретом. Это будет хорошей питательной средой для бактерий. Поэтому вот об этом надо помнить. Из элементов ухода это, наверное, сейчас актуально правильная своевременная смена подгузника, особенно для мальчиков. Из элементов ухода это все-таки своевременное приучение ребенка к горшку. Из элементов ухода это организация правильного сна для ребенка. Кстати говоря, еще о некоторых организационных моментах и о правилах ухода мы сняли как раз сюжет, который мы хотим показать нашим телезрителям. Оставайтесь с нами, мы вернемся в нашу студию. Обаятельной Машеньке год и два месяца. И даже несмотря на свой юный возраст, малышка уверенно чувствует себя в воде, даже не подозревая, что регулярные занятия в бассейне – это не только развлечение. Для Анны Хамени Маша долгожданный и пока единственный ребенок. Поэтому мама, желая укрепить здоровье малышки, да и подготовиться ее к саду, о закаливании дочери подумала заранее. Сад мы планируем где-то в два с половиной года, если наши очереди подойдут, конечно. Ну, а подготовительно потихоньку будем ходить, понемножку просто. А так готовимся мы уже давно, скажем, Маше закаливаемся, чтобы меньше болеть. Ну и плавание, естественно, водичка – это лучший способ закаливания, поэтому мы с трех месяцев занимаемся. Для более комплексного подхода к вопросу закаливания, да и в целом вопросу правильного ухода за малышами, врачи также рекомендуют пройти курс кинезотерапии. За сложным названием скрывается комплекс довольно простых и при этом действенных оздоровительных процедур. Тут и детские тренажеры, сухой бассейн, работа над осанкой и массаж. Время тут дети проводят в компании с мамой, а медики подсказывают, как правильно выполнять упражнения, какие группы мышц нужно задействовать при работе на тренажерах. Ну а приятным бонусом станут проверенные многолетним опытом рекомендации специалистов по уходу за малышами. Это и закаливание, правильное питание и, конечно, режим дня. В эфире программа «Живите на здоровье». Сегодня мы обсуждаем физическое развитие детей разных лет жизни. И у нас в гостях врач-педиатр, ассистент первой кафедры детских болезней Анастасия Дагаева. Анастасия Александровна, ну и еще очень щепетильные вопросы. Это различные физические занятия с детьми. Потому что сейчас такое огромное количество выбора этих занятий, что, в принципе, в них сложно потеряться. То есть, наоборот, легко потеряться. Что вы можете подсказать? Я бы хотела отметить, наверное, и это важно, что заниматься с ребенком надо очень рано. У нас, к сожалению, вопрос о том, как развить ребенка, часто возникает в 2-3 года, когда ребенок уже в чем-то отстает, когда он, возможно, не разговаривает. А родители должны понимать, что закаливание — это буквально с первого пеленания ребенка. Что занятие физическим развитием ребенка — это буквально, опять-таки, массажи после купания ежедневных в первом году жизни ребенка. И о том, конечно, что не стоит сразу растить из ребенка спортсмена и очень нагружать его, что после года все вот эти мероприятия, они должны носить игровую форму. С ребенком нужно катать мячики, играть в машинки, с девочками пеленать или кормить, или расчесывать, или купать кукол. И тогда ребенку будет комфортно, тогда он будет хорошо развиваться. Родители должны понимать, что они не могут отдать ребенка в секцию и ожидать какого-то колоссального результата, если они не занимаются сами. То есть молодая мама, молодой папа должен отдать мячик по лужайке, они должны возить колясочку с ребенком. И вот в семье очень важно ребенку прививать любовь к двигательной активности. Совместным трудом. Хорошо, а если мы говорим о разных видах спорта, да, и бег, и плавание, и фитбол, все доступно сейчас, да, но мы тоже не хотим перегружать ребенка, правда, потому что если окунуть его сразу во все эти физические занятия, то он может потеряться. Вот где-то грань, когда мы должны немножечко его подтолкнуть и подсказать, что это ему полезно, и там, где мы уже должны прислушаться, что ребенку это не нравится, и лучше отдать его на другой вид спорта. Очень важно в отношениях с ребенком не сублимировать, а выбирать то, что ребенку нравится. Как с этим определиться? Конечно, только путем проб и ошибок. Потому что обычно, если ребенку не нравится, ему не нравится сразу. По прошествии десятка занятий, любой человечек, и взрослый, и маленький, в том числе, и, наверное, даже в большем числе, устает и не хочет ехать в плохую погоду, хочет посмотреть мультики. И то есть, если это какие-то небольшие капризы, а приезжая на тренировку, ребенок с удовольствием включается, и ему нравится, и, может быть, он даже не хочет уходить, значит, да, здесь иногда надо проявить настойчивость только в момент сбора на тренировку. А если ребенок грустит, если он остается в стороне, если он вяло выполняет рекомендации тренера, тогда надо искать, да, другую секцию, возможно, другого тренера. Я знаю, что у вас два мальчика, правильно? Чем они занимаются у вас? Они у меня занимаются плаванием. То есть, с первой мы как раз шли путем проб и ошибок. Это было и карате, и дзюдо, и теннис, и парусный спорт. Но, как оказалось, в общем, он пошел в маму. Плавать ему нравится больше всего. Младший еще не такой большой, ему только 6 лет, но тоже уже год занимается плаванием, и тоже ему это нравится больше всего. Возможно, у нас вообще очень пацифистическая направленность семьи. Там никому не джавится агрессия. Они походили на карате, на дзюдо. Им там тяжело. То есть, вы прислушались к этому и, естественно, что перестали вводить именно в этот вид спорта. Анастасия Александровна, ну, пару пожеланий нашим телезрителям, нашим молодым мамам и папам, которые, может быть, делают какие-то ошибки, от которых вы хотели бы их предостеречь. Главная ошибка здесь, наверное, чрезмерная мнительность и волнение. От ребенка надо получать удовольствие. Вот просто с момента того, как вы увидели вторую полоску и всю жизнь. Наверное, если относиться через вот эту призму ко всей нашей жизни, жизнь будет легче, веселее, приятнее. Так что пускай они не грустят. Понимают, что если вдруг сейчас существует какая-то трудность, то она, к счастью, временная. Пускай будут счастливы. Спасибо большое за позитивный, нужный разговор. Мы желаем вам успехов. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях была врач-педиатр, ассистент первой кафедры детских болезней Анастасия Дагаева. Уважаемые телезрители, мы призываем вас вовремя обращаться к врачам и быть внимательным к своему здоровью. Телефоны профессорского консультативного центра, которые вы видите на своих экранах, помогут вам в том, чтобы попасть к нужному специалисту. Смотрите нас каждую неделю на телеканале Гродно+. Живите на здоровье. С вами была Екатерина Яцкевич. Мы вновь увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова